Трагедия на воде. Под Пинском в реке утонул рыбак. По какой причине, сейчас выясняется. Подробности случившегося у Владимира Городнюка. Родные погибшего мужчины, жителя Пинска, 1978 года рождения, забили тревогу после того, как тот 9 июня отправился за уловом на Пину и пропал. За помощью обратились в милицию, указав, где предположительно рыбак мог находиться. Его поиски поначалу не увенчались успехом. Только в понедельник, 12 июня, сотрудники местного подразделения «Освод» и Пинской спасательной станции обнаружили тело в воде. На берегу лежали его снасти, велосипед находился. Это было за хутором Рафаловича, если ехать к Лубанскому мосту, километра полтора где-то. Берег был брызистый. Но когда мы подъехали, мы обнаружили на поверхности тело. Из-за чего рыбак утонул, установит экспертиза. Версии причин трагедии могут быть разными. Ну, там берег немножко такой брызистый был и скользкий. Глина, скользкая земля была. И он, скорее всего, хотел либо сполоснуться, либо что, и подскрызнулся. И, наверное, сразу набрался воды и захрызнулся. Скорее всего. Ну, моя предположение такое. Этот случай гибели человека на воде не единственный на данном участке. В данном месте река особенно коварна из-за быстрого течения. И на протяжении последних полутора десятка лет здесь уже несколько раз тонули люди. Там брызистый берег – это первая опасность, которая может достигать. То есть, немножко потерять равновесие, можно упасть в воду. Ну, там глубина большая. То есть, если в пине там 2-2,5 метра, то там есть глубины до 11-9 метров. В статистике утонувших жителей города это пятый случай. Все жертвы – рыбаки, в числе которых и пенчанин, который 10 июня погиб в реке Горынь на Столинщине. Причина, как правило, служит в несоблюдении элементарных правил техники безопасности на воде и у воды. Люди должны понимать, что, во-первых, когда он идет один на рыбалку, ему уже никто не поможет как-то охранять самого себя. То есть, его жизнь в его руках. Как правило, безалаберные поступки, которые простейшие нарушения приводят к несчастным случаям. Согласно данным спасателей, в этом году в Брестской области уже утонуло более 30 человек. В том числе, двое детей. 8 человек были спасены. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать все правила поведения на воде, особенно во время купального сезона.